Зимбру, Закишнёвский роман команды, вновь на ЛС чемпионы, сборная Молдовина. Вот сейчас вы живёте в Одессе. Почему именно в Одессе? Выбрали этот город. Ну я тут тоже долго играл, и как-то чуть-чуть прирос к этому городу, очень мне он понравился. Здесь появилось очень много друзей. И как бы кое-кое бизнес у меня здесь, чуть-чуть немного после футбола вырабатываю денег на жизнь. Поэтому я решил как бы и здесь остаться. Сегодня он проживает в Одессе. Юрий Мессерев, Лигиена Кишнёвского Зимбру и один из самых выдающихся нападающих в истории независимого молдовского футбола. Его голы превращали Зимбру в чемпионы, а за ним в своё время охотились многие известные зарубежные клубы. Встречу мы назначили на окраине Одессы и в довольно обустроенном районе южного порта Украины. Совсем скоро начнётся матч между Шахтёрами и Арсеналом в Лиге Чемпионов. А Юрий спешит увидеть матч, ведь в Шахтёре до сих пор трудится его хороший друг и товарищ, бывший одноклубник Александр Спиридон. Шахтёр, да? Да, Шахтёр Арсенал, да. Болеем за Спиридона, он тренирует их. Встреча с Юрием – это возможность поближе узнать его как человека и расставить нужные акценты. Всё дело в том, что у Юрия была выявлена болезнь крови, а в прессе и молдавской, и украинской начали ходить в последнее время самые разнообразные слухи. Тема, которая сейчас муссируется в прессе, особенно и в Кишнёвской, и молдавской прессе, и в украинской прессе. Нет у вас ощущения того, что немного раздута вот эта информация, и вы хотели бы поставить какие-то акценты. Если да, то какие? Да, очень большой, конечно, ажиотаж, и, как бы, знаете, очень много, конечно, доброжелателей в этом плане и в интернете, и в прессе. Как бы, есть, конечно, недоброжелательные, которые я не знаю, почему они стремятся сделать так, чтобы всё-таки у меня болезнь, как бы, надуманная, но, скажу так, и что, чтобы поставить точки, конечно, над этим вопросом, я могу сказать для болельщиков, что болезнь, конечно, очень серьёзная, которая, в принципе, и излечима, и с ней живу долгое время, поэтому называть её раком можно не считать, не называть это так. Понимаете, то есть, она похожа на эту болезнь, конечно, но она чуть-чуть отличается, то есть это не какой-то там злокачественный катаракт, с которым люди просто умирают через какое-то время, это всё лечится, это с этим живут, поэтому, как бы, могу сказать, что, знаете, в прессе очень, там, по телевидению, одни говорят одно, другие другое, я могу сказать, что это болезнь называется хронический лейкоз, это лёгкая степень, это, конечно, есть клетки нежелательные для моего организма, поэтому она и начала развиваться. Можно называть даже раком в этой клетке, по-простому, но эти клетки, вот, лекарства, которые я сейчас принимаю, очень дорогостоящие, конечно, лекарства я принимаю сейчас, они полностью их убивают, не дают развиваться, поэтому я надеюсь, что это лекарство мне поможет, не то, что жить там до 100 лет, принимая их, но полностью излечиться, есть такой шанс. А медики, вообще, что говорят по этому поводу, как бы, нужно принимать лекарства и прогресс? Да, я вам скажу, на первое время мы решили, что, пока мы принимаем это лекарство, которое убивает, не дает развиваться болезни, и есть вероятность, что они просто эти лекарства помогут, и если же они не помогут, есть варианты лечиться и у других докторов, плюс есть варианты сделать операцию, но это все дело, как бы, времени, поэтому мы пока не спешим, пока процесс лечения идет нормально, и последние анализы показали, что уже практически, как бы, в норме анализы именно все, поэтому время покажет, все зависит от организма, как он будет воспринимать лечение. Тем не менее, надо сказать о том, что вот это, ну, в какой степени, да, проблема, то она не оставила равнодушна в Молдове и здесь, на Украине, и люди вот начинают где-то собирать там какие-то финансовые средства. Это, мне кажется, это правильный шаг, потому что вы играли в футбол, у вас люди знают в Молдове, на Украине. Да, вы знаете, конечно, я не ожидал, что будет такой ажиотаж, что здесь, что в Кишиневе, конечно, что люди захотят собирать какие-то средства, это было, как бы, их не инициатива, то есть это исходило не от меня, это от людей, от друзей, там, от ребят, которые со мной раньше играли, поэтому мне единственный вопрос задали, не против ли я, то есть это все исходило не от меня. Мне очень приятно, что есть люди, которые, во-первых, не только что не забыли, но и хотят помочь, понимаете. Я вам говорю, лечение на данный момент очень дорогостоящее, честно, я бы сам его не потянул, я вам честно говорю, очень дорогое. У меня есть друзья, что в Одессе, что в Кишиневе, которые очень прилично помогли, что, в принципе, в первую очередь морально, поверьте, когда узнаешь диагноз, как вам сказать, не очень, не очень хороший, то в первую очередь, конечно, ты морально себя очень плохо чувствуешь, поэтому я вам говорю, что в первую очередь, это, конечно, мои друзья, моя жена, которые просто, они решали все вопросы за меня, потому что у меня не было желания, как бы, на тот момент просто, ну, вы понимаете, не то что жить, просто как бы существовать с такой болезнью, когда ты был спортсменом всю жизнь, у тебя никаких болячих не было, кроме травм, футбольных, и тут такое неожиданное, понимаете, поэтому очень было тяжело. Морально помогли, ну, естественно, материально, потому что сам бы я не потянул это лечение. Сегодня у Юрия есть любимые дети, есть семья, есть друзья, которые уже доказали свою верность и дружбу. Оптимистично настроенный взгляд Юрия утверждает, что этот период обязательно закончится, рано или поздно. Он не просит помощи, он настоящий мужчина, даже в самой сложной ситуации. Но, возможно, настало время быть рядом с человеком, который на протяжении многих лет дарил зрителям то, ради чего они посещали стадионы, голы. Теперь настало наше время, наша программа берет на себя в определенной степени ответственность и верит в то, что общими усилиями и божьей помощью, конечно, можно решить все. Вот банковские реквизиты, по которым жители Молдовы могут перечислить деньги, необходимые для дорогостоящего обследования и лечения Юрия Митерева. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok